Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, добрый день, здравствуйте. Толкуем писание с порталом экзегет.ру и тема нашего сегодняшнего разговора – книга пророка Амоса. Но, как вы знаете, чтобы читать книгу пророка Амоса и книгу пророка Малахии и книгу пророка Иоиля с интересом, внимательно и вдумчиво и получая какой-то плод из этого чтения, надо сделать маленькое, а лучше большое введение в эти книги. Поэтому тема нашего сегодняшнего разговора – это есть подступы, то есть введение в книгу пророка Амоса. Когда была она написана? Кто был ее автор? Чем эта книга важна и ценна в общем корпусе книг Ветхого Завета? Об этом поговорим во время этого ролика. Итак, книга пророка Амоса занимает в каноне книг Ветхого Завета среди книг пророческих третье место, идя после книг Осии и книги пророка Иоиля. А в других канонах древних, допустим, канон Септуагинты, занимает второе место, идя сразу после книги пророка Осии. И в этом положении книги указывается на ее, осмысляется ее, и это правильное осмысление, раннее происхождение. Считается, что книга пророка Амоса является одной из самых ранних древних книг Ветхого Завета и уж точно самая древняя книга из всех книг малых пророков. То есть, иначе говоря, Осия и Амос писали примерно в одно время, при этом Амос был немножко раньше, лет, может быть, на 10 или на 15 лет. Итак, мы имеем дело с самым древним сочинением пророка, которое до нас дошло, конечно же, в виде крайне видоизмененном. Амос создал или Амос, по-разному говорят, создал лишь какое-то ядро, сердцевину этого документа. В дальнейшем ученики Амоса осмысляли его слова, его видения, и в дальнейшем сформировалась уже нам известная книга пророка Амоса. Что мы знаем об этом человеке, об авторе этого сочинения? Ну, в отличие от других книг, мы знаем немало, потому что у этого сочинения имеется такое хорошее, полное надписание, хороший информативный первый стих, первой главы книги пророка Амоса. Что же там написано? «Слова Амоса, одного из тех, кто разводил овец в Тикоа, это перевод Рбо, перевод синодальный Фикоя, там такое место фигурирует, видение об Израиле, которое было ему во дни Озии, царя Иудея, и Иерваама, замечу, второго Иеравама, сына Иоасова, сына Израиля, царя Израиля, извините, за два года до землетрясения». Вот указано здесь, в этом стихе, самое главное, самое важное, что нам нужно знать об этом человеке. Во-первых, имя этого человека мы тут видим. «Амос» — это сокращенная форма, полная форма, «Амасия», так, видимо, и переводится как, условно, конечно же, «Яхве носит», или то, что Яхве принес, Бог носит, такое значение этого имени. Есть указания на профессию, чем занимался Амос, и на то, где он этим занимался. Во-первых, указано, что он один из тех, кто разводил овец. Дальше есть выражение, он рассуждает, что «Я не пророка, не сын пророка, я пас овец и собирал сикиморы». В дальнейшем месте, в дальнейшей главе мы об этом будем говорить. Есть профессия этого человека. «Пастух», значит говоря, значит, какой пастух? Сразу возникает такая у нас картина в сознании, дескать, это какой-то пролетарий. Он ходит со своими овечками, своими коровками, видит восход, закат, и он, дескать, потом пророком стал. Стал пророком, получил сразу же какой-то кругозор, обилие информации, знаний, которые есть, которые читаем в этой книге. Дескать, вот все это Бог дал моментально этому человеку. Все было не совсем так, дорогие друзья. Дело в том, что у этого слова «пастух» есть два значения. Популярное, не значение, два слова, которые слово «пастух», которыми слово «пастух» обозначается. Значение распространенное, которое почти везде встречается, это «пастух» как таковой, тот, кто пасет овец или других животных. А есть более редкое слово, которое тут используется, «нокет», «нокет». Какой-то пастух своеобразный, особенный. И даже мы находим, что таким же словом именуется даже аж царь Моавицкий Меша. Это четвертая книга царств, глава третья, стих четвертый. Получается, что, так можно подумать, слово «нокет» обозначает какого-то владельца стад, у которого было богатство, был капитал, у него были подчиненные ему люди, работники, которые и пасли эти стада. Но, условно говоря, пастухом был и сам хозяин, владелец всего этого богатства, всех этих стад. Тогда получается, что у нас Амос был человеком довольно состоятельным, довольно знатным, и в этой связи неизбежно более-менее образованным. И этот человек пас своих овец, замечу, в Южном царстве, потому что Фекоя или Текоя, это есть местность, это есть город, расположенный в Южном царстве, недалеко, не очень далеко от Иерусалима. Но, тем не менее, мы знаем из текста этого сочинения, что в основном служение Амоса проходит на севере, как Иосия Амос, пророк северного царства. Очень важное такое явление, очень любопытное явление именно на севере, где не было ни Давида, ни Давидовичей, ни храма, ни династии, ни иерархии, которая с храмом была связана, появляется самая ранняя, ветхозаветная, самая древняя литература. Вот Осия и Амос – два проявления этого процесса. Чем же это было вызвано, дорогие друзья? Ну, как думают ученые, тем, что просто север был более развит, более богатый, более активные процессы, активная торговля, активная внешняя политика. Короче, всего было много, в том числе очень быстро возникает идентичность израильская, появляются проповедники этой идентичности, пророки, из которых мы знаем много. Например, Илья – это северное царство, Елисей – северное царство, не говоря уже названных сейчас, ну и только что Амоса и Осии. Все это, друзья, северное царство. И вот Амос тоже, хоть связан был с иудеей, но имеет от Бога миссию, нечто важное сообщить коленам, жителям, царям и элитам именно северного царства. Что же выделяет эту книгу из ряда других книг Ветхого Завета и ряда других книг пророческих? Вообще, если мы открываем наугад писание, натыкаемся на какого-то пророка, там, Михея, Малахию, Аввакума и прочих авторов, и читаем, и часто мы просто не понимаем, какого автора мы читаем. А в чем стихи, связанные, написанные Амосом, отличаются от стихов, приписанных Осии и так далее? В чем специфика каждого из малых пророков? Так вот, дорогие друзья, Амоса нам легко будет в дальнейшем узнавать и легко будет запомнить. У Амоса есть своя уникальная позиция, точка зрения, когда он оценивает процессы в Северном царстве. У этой оценки, у этой специфики есть свое данное ученое наименование. Итак, Амос – пророк этического яхвизма, этического монотеизма. И в этом словосочетании есть два слова. И слово нам знакомое, конечно же, монотеизм, единобожие, яхвизм, когда Яхва, бог Библии, оказывается единственным центром, единственным субъектом религии Северного царства. Но там еще есть очень важная приставка, эпитет, этический, этика. И воистину Амос очень часто пишет именно об этом. Об этике. Если для Осии очень важная часть – это часть ритуальная, культовая, Осия осуждает тех, кто практикует ханаанские традиции, обычаи и практики, то у героя нашего сегодняшнего рассуждения Амоса все это второстепенное. А главное то, что хоть у вас бывает часто правильная идеология и правильная практика, но у вас дурная социальная жизнь, у вас проблема с этикой, и в этой связи Бог вас не слышит. Конечно же, как и прочие пророки, Амос эмоционален, он оперирует языком контрастов, крайностями, возвещает близость суда и катастрофы. И это понятно, потому что Амос именно в это время перед катастрофой и жил, и проповедовал. Это было примерно 760-е годы до христианской эры, время, как указано в надписании Иеравама II царя Северного Царства, и во дни Озии – это царя Южного Царства, Иудея. Поэтому все, что мы читаем у Озии, близость суда, катастрофы, завоевание – все это есть у Амоса. Но если для Озии корни катастрофы лежат в сфере культово-религиозной, то для Амоса корни бедствия находятся гораздо ближе. Это есть этика и социальная жизнь. Ну вот, например, несколько стихов, которые описывают специфику этого сочинения. Глава 2, стих 6. «Так говорит Господь, у Израиля преступление за преступлением, три преступления, четыре, и мое решение твердо, ведь они…» Вот в чем причина, в чем грех. «Ведь они продавали невинного за серебро и бедняка за пару сандалей. Пыль и грязь втаптывают в головы нищих, а бездоленным путь преграждают». Вот описывается нормальное, южное, древнее, точнее, ближневосточное древнее царство описывается. Эксплуатация, торговля, торговля людьми, равнодушное отношение к судьбе бедняка, судьбе вдовы, нищего и сироты. Или вот еще очень важный популярный стих, который часто возникает в проповеди христианской тоже. Глава 5, стих 21 и дальше. «Ненавижу, гнушаюсь праздниками вашими, слава Бога. Не хочу вдыхать дым ваших праздничных жертв. Приносите мне все сожжения, а я ваших жертв не приемлю. Режете лучший скот, а я и смотреть не хочу. Избавь меня от шума ваших песнопений и звук твоих лир, не желаю я слушать». Бог как будто презгует, гнушается. Бога тошнит от всех праздников, жертв, песнопений, гимнах, правильно организованных и правильно проводимых. А в чем причина, в чем проблема? Пусть лучше рекой правосудие потечет, справедливость потоком несохнущим. Вот то, что Богу надо, вот то, что для Бога важно. Правосудие, этика, справедливые отношения между жителями Северного Царства, израильтянами. В те времена возникает движение пророков. И мы знаем эти славные имена, из которых наиболее видные, как раз являются пророками говорящими, но не пророками пишущими. Например, пророк Илья, он был пророком говорящим, очень видным, очень влиятельным, равно как его ученик Элисей, но они ничего не оставили, никакого текста. И вот пророки возникают в все времена, как оппозиция, противовес царской власти. Царская власть – это один полюс общества иудейского, либо израильского. Пророк – то, что уравновешивает власть царя, полагает ему границы. А были другие пророки, такие были целые школы, такие были целые какие-то группы, целые такие были движения, где были пророки по профессии. Такая была профессия, такой был род жизни, они вот ходили, нечто проповедовали, чему-то учились, кого-то учили, часто впадали в экстазы, какие-то произносили слова, истерики были у них и прочие религиозные эффекты. Но вот Амос – другой пророк, он пишет, что я не пророк и не сын пророка, я сам по себе. И в этой связи Амос тоже уникальный человек, уникальный автор. Он имеет свой сугубо отдельный бэкграунд, этот бэкграунд связан с его профессией. Он предприниматель, он хозяин разных стат, вот чем он занимается. Но он слышит божий призыв, он идет на север, в город Вифиль, там святилище царское, царя северного царства. И там он начинает будоражить общество, элиты, двор своими выступлениями. Говорит, что вы поступаете неправильно, вы грешите и так далее. В ответ на это священник этого святилища, он говорит, иди в Иудею, и там проповедует. Тут Вифиль, дом царя, место священное, дом царский, тут тебе не место. Дорогие друзья, книга пророка Амоса является чтением интересным, глубоким, который нужно этот текст читать неторопливо, вдумчиво, с должным введением. Это было введение в книгу пророка Амоса, портал exeget.ru, священник Алексей Волчков. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.